Добыча Иностранцы первые стопудово на этой добыче Посмотрим, что там и как Мы приехали в деревню Тут 30 домов До ближайшего источника воды Кстати, вот у нас гора Красиво До ближайшего источника воды Два часа не ходят пешком И, кстати, вот Сейчас дождик идет Они почему-то дождевую воду не собирают никак Мне интересно, почему так Все радуются Сейчас спросим у них Спросим у них разрешение пройти в деревню Посмотреть, что там вообще происходит У нас уже Часть воды уже разобрана Тут у нас Небольшая паника Среди местного населения Сейчас пойдем по деревне Сейчас пойдем по деревне походим Смотрите Это правильное поведение Боятся Боятся, значит уважают Здесь Мы тут немножко разобрались в устройстве деревни Это По сути Один род здесь живет То есть Один мужик У него Ну он сейчас старенький уже Старейшина У него У него 10 сыновей У него 10 сыновей Это все Это все Это все Вот Дома У них отдельно Еще горожные Есть отдельные загородки Видимо Например для козлят Для маленьких Чтобы их коровы не потоптали И все такое Электричества нет Водопровода нет Канализации нет Туалет везде вокруг Очень удобно Дома Стандартные В дома мы заходили Уже Вот такой Большой деревне я впервые То есть Таких больших я пока не видел Здесь около 30 домов Да? Это старейшина Это вот у кого 10 сыновей Которые всю эту деревню создали Ага А это вот бабуля В фиолетовом Это его жена Которая делает 10 сыновей Ну вот дети Правильно реагируют на мзунгу Бросили воду Такое я люблю О, смотрите Молодцы Молодцы Беседуем с ними по поводу Пробурить скважину Они знают на какой глубине вода Но они не понимают что такое метр Мы спрашиваем сколько твоих ростов Типа вода Он говорит Ну 3-4 моих роста примерно Но это не точно Вот Сейчас пока ведем переговоры Спрашиваем почему не собирают дождевую воду Они говорят что никогда об этом не думали Ну я знаю почему Потому что здесь крайне редко идет дождь Скорее всего из-за этого Вот Мы их озадачили тем что такое метр Бай бай Масаи Бай 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 Идет дождь Это редкое явление В саванне Все размыло И вот мы как-то тут Выбираемся Там вот какие-то цветные птицы бегают впереди И мы не можем их догнать Их причем много Там целая стая Похоже на страусов Только маленькие Не знаю кто это такие Смотрите Что у нас тут есть Волосатые кони Прямо дороги Вот дорога мы едем вот они тусят не опять особо не убегают вот они голос слышат и начинаю скакать не пофиг стоят круто конечно круто хочу попробовать поближе подойти к ним посмотреть они убегают сразу 1 едем дальше тогда очень красиво в пасмурную погоду особенно у нас технический перерыв впереди строят дорогу и машина застряла местные там он что-то копают пытаются ее вызволить мне кажется что мы можем объехать вокруг по лесу сейчас попробуем но вернее это не лес это буш но все равно объехать можно там он масса и пасу свои бесчисленные стада так кстати резко все позеленело говорят что здесь дождь идет четвертый день все прям быстро стало зеленым но это ненадолго то здесь дождливых дней в саванне очень-очень мало боремся с африканским бездорожьем ну вернее мы выехали кстати мы вытолкали нашу машину а там он паренек съехал сейчас будем вытягивать значит веревочка не какая-то слабенькая совсем она не выдернет и тут куча зрителей сбежала с местных пришли но давайте ребята толкаем как я и сказал веревка открывалась сразу лошары ладно будем сейчас выталкивать все вместе что на ассоцией с большим братьям Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, последняя попытка сейчас будет Если не получится, поедем, если получится, тоже поедем Все равно то, что у нас время Тут темнеет рано Поднажми, ребята! Мне как-то сейчас вытолкнут Давай, давай, давай! Поднажали! Ладно, надо ехать Помогли, чем смогли Интересно, что вот те машины проехали Там три машины, в том числе и наша Но никто не уезжает Вообще никто Все остались и помогают Это круто, конечно, молодцы Могли бы, в принципе, и уехать все Еще одна попытка! Давай! О! Пошло, пошло, пошло! Выехали! Ура! Все потому, что я грамотно руководил Всем привет! Прошли у нас где-то сутки после поездки В эту школу и на добычу Вот я вам комментарии дописываю Я Варуша, Танзания Это район где-то между кратерами Нгору-Нгору Килиманджаро Вот тут где-то Самый эпицентр большого количества животных Которые пасутся везде вокруг Так вот Сейчас там будет сюжет Как мы заехали в школу Почему мы заехали в школу Почему в эту школу И что странное происходило дальше Объясняю Просто там на видео я не рассказал об этом Значит Помните, когда я ездил за рубинами Это как раз тот же самый район Там деревня, которая называется Мундалала Где бандит был Вот там особенно сильно страдают люди от жажды Помните, когда детишки выбегали на дорогу Просили попить Да, вот именно он Я говорил, что я через какое-то время Купил тысячу литров воды Ну, то есть цистерну Я им туда в школу отправил Им вот эти вот баки наполнили Которые у них И какое-то время они Пили чистую свежую воду Да, детям Я подумал, что возможно Стоит пробурить им скважину Но опять же Это не для хайпа Как это сейчас называется Это я делаю из жадности Потому что я заметил, что Как только я кому-то помогаю У меня сразу доходы растут В несколько раз Поэтому я исключительно из жадности Не для славы, ни для чего И мы вот Когда выезжали из оружия Мы позвонили в эту школу Сказали, что Сегодня мы к вам приедем У нас есть к вам разговор Мы хотели узнать Вообще, бурил ли кто-то в этом районе воду Если да, то на какой На глубине И ну такие вопросы Чисто по делу, да Когда мы ехали Мы застряли Это было раньше И они нам призвонили Раз 15, наверное Ну что вы едете, не едете Едете, не едете Когда мы приехали на место Там был вождь Там старейшина Кстати, оказывается Основатель У Масаев Основатель всего рода Ну то есть Один дедушка У которого было там 30 сыновей И вот эта вся деревня Это все полностью Сыновья С женами Со своими теперь детьми То есть он Основал этот род, да Оказывается Он не обязательно вождь То есть он старейшина А есть вождь Вождь, как правило Это боеспособный Ну то есть в таком возрасте Там лет 30, 40, 50 То есть который может воевать Бегать, охотиться И покрывать женщин Да А дедушка, он уже все Он вышел из игры То есть он советник А вот вождь, оказывается, другой Вождь это выборочная То есть выбирает Голосуют, да За него Самый уважаемый Там воин-охотник Все такое Ну вот там был Вождь Был лидер Какие-то Директор школы Администрация Потом Консулар Я не знаю Что это На русский Как это Должность переводится Типа представители Власти Что ли Как-то так Наверное Вот Учителя были И Детишек собрали Значит Заставили говорить Хором спасибо Я на это вообще не рассчитывал Мне это все не нужно Потом Сказали, что нужно сфотаться Со мной на стенгазету Что они напечатают Вот такой плакат Огромный Что типа Это друг школы Друг Масаев Я тоже пытался отмазаться Там даже на видео Это есть Что я говорил Нет, у нас нет времени Поехали Но не получилось И Мне подарили Три Масаевских костюма Как бы Кажется, что это Вроде как Так Ну сувенир Да, просто Они у них в школе лежит Стоп Кто приедет Они всем дарят Ну во-первых, никто не приезжает Во-вторых Мне потом объяснили Что По сути Это Тебя объявляет Другом Масаев В этом районе По крайней мере В каком-то Да И Ты уже Становишься В их деревнях Типа Как Званым гостем Или долгожданным Ну то есть Ты можешь приехать В любую деревню В этом вот регионе Районе И Тебе будут рады Тебя будут кормить Поить спать Укладывать Я обязательно проверю И потом Вождь Подарил мне Вот эту штуку Вот Значит Это масайское оружие Оно Очень необычное Про него Кстати написано Очень много Научных всяких трудов Ну потому что Нестандартная вещь такая Да Но она у Масаев Ну то есть Это булава по сути Вот Она у Масаев Вся прям Залегендирована Полностью И она Очень тщательно Изучается Учеными Вот У нее есть Несколько названий Вообще Как бы Масай Это же не одно племя Их много племен Да У них только языков Масайских Четыре На разных языках Она называется По разному Вот Я напишу В титрах Здесь Несколько версий Названия Все не помнят Изусть Значит Что это такое Это не предмет Охоты Ни в коем случае Эта штука Предназначена Только для одного Только убивать людей Больше ничего Она не служит То есть Это скорее всего Тик Или какая-то Твердая порода Дерева У нее есть Тут такая Пимпочка Видите Да Вот сейчас Ее видно Вот она Вот она Вот То есть Эта пимпочка Она всю тяжесть Удара Полностью Проецирует Вот в одну точку Поэтому голова Разлетается Просто как Как арбузик Например То есть Очень опасное Дробящее оружие Плюс Масаи Использует Смотрите Она же тут Как бы Имеет форму крюка Да Они используют В бою Для защиты Чтобы отражать удары То есть Когда тебя сверху бьют Ты вот этой штукой Цепляешь Допустим Копье Да Или меч И отводишь в сторону Поэтому Ну они мне показывали Что они могут В одной руке Меч В другой Эта штука Именно Они ее как щит Используют Так вот И Это булава Я вам рассказывал Что у них есть Значит Младшие Это до 14-15 лет На вид На вид Примерно Да Они бегают Вообще без оружия У них есть только Вот эти палки Которыми они пасут Овец Кос Коров Или побольше Павка Которые имитируют Копье Но самого Копья Нету Наконечника Нет у него То есть Он просто К ней привыкает Он здесь не бегает Потом Когда он Проходит обряд Инициации Который связан С многочисленными Физическими Страданиями Ему Дарят меч И дают Наконечник На копье Как раз Вот А булаву Такую получает Не каждый Значит Я спросил Как ее получает Сказали Ну во первых Если ты убьешь льва То автоматически Ты приходишь в племя И тебе сразу Значит Проводят специальную церемонию Ее обматывают Бисерными браслетиками Которые они плетут Тоже Которые мне тоже Там три штучки Да Кажется Подарили И тебе ее Старейщины И вождь подносят Ты становишься Уважаемым членом Родоплеменной общины А второй способ Получить эту булаву Убить противника Ну то есть человека Да Там какая-то вражда Между племенами Допустим Зафигачиваю Тебе поднесли И Третий вариант Сказали Что если появляется В племени мужчина Который Когда начинает говорить Все замолкают Его слушают Ну то есть По нашему Это авторитет У него появляется Ему тоже Подносят Такую булаву И вот Когда Проходит совет племени Женщины и дети Сразу Мы вычеркиваем Из списков Да Они в принципе В нем не участвуют Значит Право голоса Имеет старейщины Вождь И члены Племени Войны У которых есть Такая штука Вот Причем Они Все стоят Слушают Когда он хочет Что-то сказать Он ее поднимает Все замолкают Он с ними С ними беседует Я На Занзибаре Давно Их переметиво Их в огромных количествах Продают Как сувениры Просто там Тоннами Да Они естественно Поддельные Что имеется ввиду Это тик Она вырезана Из цельной породы Из цельного куска Тика Причем Именно вот Вместе Это сучок Боли ветка Да Вот вместе С куском Ствола То есть Это цельная штука Очень прочная Причем Она такая Вся Вон Уже Поработанная То есть Видно Что она Участвовала И тут Кстати Даже стоит Крестик Я даже Не хочу Спрашивать Что Обозначает То есть Кто-то Зарубочку Сделал Кого-то Может Грохнули А там Делают Вообще Из Какого-то Гип Из Какого-то Гипса Или Знаете Там Из пальмового Дерева Подкрашивают Под натурал И продают То есть После первого удара Она раскрошится Сломается И еще Интересный момент Что Молодежь Масаев Которые Приезжают Подрабатывают На Занзибар Да Они хотят Выглядеть Авторитетно Поэтому Первое Что они делают По приезду Они покупают Эту штуку В сувенирном Магазине Там У всех Она есть Даже Мне кажется У некоторых По две И они С ней Гордо Ходят Значит Друг перед другом Выглядит Очень авторитетно Когда они Возвращаются Домой Естественно Они должны Ее оставить На Занзибар Потому что За это могут Поругать Или побить Ты не можешь Сам себя Объявить Авторитетным То есть Эта вещь Тебе может быть Только поднесена Во время церемонии Вот Тоже Такой Интересный Момент То есть Они Когда Вне племени Они такие Авторитет У них Вернулись Домой Эту штуку Выбрасывают Ну или оставляют Где-то Ну естественно Их массово Продают Туристам Очень много Придумывают Что это Знаешь Эта штука Очень дорогая Потому что Мне передал Там Дедушка Дедушка Дедушки Это вот У меня вообще Честь воина И честь семьи И честь рода В этой штуке Я могу продать Ее только Очень дорого Продает ее За Допустим 50 долларов Туристу Тут же идет За 10 долларов Покупает В сувенирном Магазине Заново Ну такой Тоже Своеобразный Бизнес А вот Это по поводу Школы То есть Вот собственно Почему там Все происходило Потому что Я им когда-то Доставил воду И собственно Я говорю Что это делал Сугубо Из-за эгоизма Да Из жажды наживы Но получилось Что я заодно Огреб немного почестей И даже стал Человеком Который Когда говорит Вовсе слушает Смотрим дальше Мы приехали В школу Возле деревни Мундалала И вот С учителем Разговариваем По поводу воды И сверления воды Ну в смысле Пробурить скважину На какой глубине Тут у них Вообще вода Они вот собирают Смотрите У них система С крыши Видите В баке Но дождь Крайне редко Бывает Вот еще один бак Вот Сейчас покажу Детей Здравствуйте Дети Как дела? Дети Дети Как дела? И что они учат Сейчас? Молодцы Видите Тут все дети Ходят в школу Молодцы Хоро еще Дети Теперь они Они устроены Сейчас они устроены Они устроены Они устроены Ааа Делают уроки Молодцы Окей Все они Масаи Да? Да И некоторые дети Не уходят в школу Мы видели В общем сейчас обсудим Сверление Бурение И поедем Дальше Может быть Потом вернемся И проведем воду Вот мы спросили Про детей Которые Не ходят в школу Он нам показал Таблицу Специальную Вот смотрите Это у них Получается Детский сад В детском саду 158 мальчика 144 девочки Это всего Да? Это первый Второй То есть по классам Да? Расписано Старший А вот это вот МВМК МВМК Правильно? МВМК Вот в этом районе Не учится То есть их родители Не отдают в школу Они посчитаны На учете И регулярно Ездят с родителями Проводить Воспитательную беседу Но пока Они бегают Пасут Коров и кос Мы их видели Несколько раз То есть такая Система учета Даже оказывается Есть Молодцы Пришел вождь деревни Самый главный Масай А это вот Спортивным Это Глава администрации Местной И говорят Что мы должны Пить чай Если мы Не попьем чай А вон Девочка Несет уже Всякое Что если мы Чай не попьем Мы дальше Ехать не можем Блин А у нас уже Через 3 часа Темнеет Мы еще не доехали До добычи Скорее всего Придется здесь Ночевать Но гостеприимство Зато Видите Никак не быть У нас тут Собрание Пришел Начальник Администрации Это вот Местный Управляющий Школа Директор Школы Вождь И мы обсуждаем Про воду Нам тут Мясо Даже принесли Сидит Про воду Они реально Реали 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 Сидит Сидит Реали 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 В этом году мы не можем перейти. Мы не можем перейти. Мы можем перейти. Мы можем перейти. Мы можем перейти. Есть один панк немного далеко от здесь. Если нет дождя, потому что дождя здесь, через три месяца. Когда нет дождя, нужно взять воду от другой стороны для того, чтобы получить дождь. И дети должны идти туда и ждать туда 2-3 часа чтобы получить воду. Так что они очень нужны. Хорошо. Понятно. Мне подарили масайские браслеты. Спасибо большое. И одежду. Потом расскажу, о чем мы договорились. Попозже, когда будем монтировать. Попозже. Попозже. Спасибо. 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 Это шерстяное. Прикольное. Обожаю шатвандский стиль. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Увидимся в следующем году. Пока. Пока. Немножко отсыпали воды школьникам. И едем дальше. Конечно, церемонии и традиции это хорошо, но времени у нас на переговоры ушло очень много. А? А? Нет, это нормально. Да. Я не нужна никакая фотография. Они хотят. А, они хотят. Окей, окей. Сейчас сфотаемся. Все вместе едем. Уже четыре вечера мы все еще не доехали до добычи, потому что дорога произошла. Вот это ее размыло. И Масай, который нас ведет, он об этом, естественно, не знал, потому что дожди вот последние несколько дней идут. Вот. Вон там прям небольшой каньон даже промыло. Сейчас попробуем вот здесь проехать. Мне кажется, нормально должно получиться. Стаса? Да. Да. Да, да. Да, да. Очень много по дороге красивых мест. И меня удивляет, конечно, что четырехлетние пацаны, вот реально четырехлетние пацаны, пасут огромные стада коз в одиночку. Это представляете, с какими сложностями, да, человек сталкивается в четырехлетнем возрасте. Здесь же и львы, и слоны, и леопарды, и кого только нету. И козы друг друга бодают там, и можно заблудиться, потеряться. Еды с собой у них нету, то есть они только ужинают. Дорога, по которой можно было ехать на машине, закончилась. Идем пешком. Но вокруг, кстати, очень красиво. Сказали где-то час идти нам. Будем подниматься вон в ту гору. Там добыча оранжевого граната, которую обнаружили меньше месяца назад. А разрабатывать стали вообще меньше десяти дней назад. То есть прям свежачок. Посмотрим сейчас, как это выглядит. Уже тут недолго нам осталось до темноты. Если там будет прям совсем интересненькая и богатая добыча, можно будет утром еще раз вернуться, где-то здесь недалеко переночевать. Ну а если все стандартно, просто покопаем, посмотрим. Наведем связи, знакомства нужные. И поедем в Арушу. Так, тут такая прям деревенская добыча. Сейчас покажу вам. Вот что здесь добывают. Оранжевый гранат. Причем такой прям нажористый оранжевый. Он неоновый. С очень хорошим цветом. И с уходом в красный цвет он. Мне кажется, что я даже таких ярких и не видел пока никогда. Прям очень хорошего качества. Не знаю, что насчет крупных, эти мелкие совсем. Но смотрите, видите, у них красный проблеск такой неоновый есть. Вот я такого пока не видел. То есть это впервые для меня. Сейчас посмотрим, как это все добывается. Так, вот принесли покрупнее. Покрупнее. В несколько раз. И вот они тоже. Прям хорошо горят. Сейчас. Очень хороший цвет дают. И неоновый эффект прям такой. Отличный. Отличный. Видите, да? Сейчас просим еще покрупнее. Эти все-таки мелкие. Но смотрите, он после огранки срежется 70% примерно с него. То есть ничего не останется. По каратику где-то они выйдут, по пол карата. Не наш размерчик. Но цвет очень хороший. Они говорят, что вот это все. То есть у них тут у многих прям по-горски. Они нашли сегодня. То есть это получается супер богатое месторождение. Прям вообще огонь. Один уронил. Но пока все, что я вижу, они очень мелкие. Спасибо. Итак, как это выглядит? В общем, я не знаю, кто тут шарился. Потому что это очень далеко. И дорога прям сложная сюда. Но кто-то тут случайно гулял. Мы прямо сейчас далеко в горах. Да? Высоко. Вон там вниз. Сейчас покажу. Вон долина. Вон долина, по которой мы там ездили по ручьям. Да? И вот кто-то здесь гулял. И нашел случайно в скале выход этого граната. И вот, собственно, здесь теперь тусит вся деревня. Они пока не сообщают государству о том, что найдено новое месторождение. Поэтому месторождение пока нелегальное. Вообще, в Танзании за это поголовки не погладят, как и в России. То есть, скорее всего, это уголовка. Но они с меня взяли честное слово, что не буду точки никакие показывать, скидывать где-то кому-то. Вот здесь, в этой скале, на которой сидит девушка в желтом, проходит живо. И они эту живу прямо долбят. Вот, сейчас я поближе спущусь, покажу вам, как это происходит. Вот здесь живо. Вот оно. То есть, смотрите, вот камень был вот таким. То есть, вот он был таким. То есть, только начали разрабатывать. Прям вообще, только начали. И вот они туда дальше в скале уходят. Их долбят просто, по идее, мне кажется, что нужно вот так вот вырезать вокруг. Но они прямо сюда долбят этими зубивами и крошат сами камни. Мне кажется, это не очень правильный способ добычи. Сейчас посмотрим, как они это делают. Вот они прям зубивом рядом топят, да? И получается, что скалываются куски породы, но они раскалывают и саму гранатовую жилу тоже. Мне кажется, как-то неграмотно. Но владельцев тут пока нет, поэтому никто не может сказать, что они неправильно что-то добывают, не по технологии. Люди необразованные, пастухи. Вот прямо сейчас добят. Вот раздавали гранаты. Зашибись. Вообще отлично. Видели, да? Просто охренеть. Вот причем куча народу стоит. Двое работают, остальные смотрят. Барварская добыча гранаты. Я сейчас спрошу, можно ли мне подолбить, но вот что-то, не знаю, вот так вот портить камни, мне даже как-то грустно. Ну и понятно, почему здесь крупных кусков нет, потому что они сами все крошат. Все, что было бы хорошего, они все разбивают просто в пыль практически. Мне такое не нравится. Сейчас зубило опять у них соскочит и опять по гранату будут лупить. Ну вон, так и получилось. Отлично. Пойдем посмотрим, что тут еще пару мест есть. Попадаются вот такие кусочки. Хорошего цвета и чистоты. Ну блин, зачем они их раскалывают в пыль? Если бы он был чуть покрупнее, он бы стоил приличных денег. А так вот я его граню, он будет ну полтора карата. Максимум. Ну вот еще хороший кусочек тоже есть. Сейчас пасмурно, солнышка нету, но я вижу, что он хороший. Но был, наверное, лучше. Вот здесь, в этом месте его раскрошили. Так, тут у нас инструмент всякий разный. Что мы тут делаем? Это второе место рядом. Вот они нашли тут жила, да? Вот они, оранжевая. Но непонятно, они заканчиваются или начинаются? Может быть они сейчас подолбят еще, знаете, метров пятьдесят. И оно там кончится. То есть пока качество не ювелирное, пока там ничего хорошего нету. Вот поэтому здесь тоже люди работают. Но столько болельщиков нету, сколько в том месте. Помощников. А вообще тут вся деревня собралась, все сидят и смотрят, что будет дальше. Пока не понимают, что делать. Пока поднимались, пешком водителю стало плохо. Вот это, видите, белгородские парни сильнее африканских. Причем странно довольно. Я давно не занимался спортом. Но может быть он воду не пил? Эммануэль. Ты пил воду сегодня? Нет. Ааа. Почему ты так ступит? Понятно. Вот это он пьет сегодня первую воду. Сейчас у нас почти шесть вечера. Ну сам виноват. И вот смотрите, тут как выглядит. Видите, они там эту жилу долбят. Да? Стамеской. Получается, один держит, другой бьет. И раз, два, три, четыре, пять. Там шесть, семь, восемь. Вон еще. Вон тут куча зрителей. Эммануэль. Не волнуйся, я могу взять другого водителя. Все, я думаю мы его бросим здесь. Нам такого водителя не нужен больной, заведем другого. Больной я имею ввиду интеллект, который не пьет в Африке воду с утра. Я сегодня бутылок пятнина выпил точно. Вон, судя по звукам, вот там тоже кто-то разрабатывает новую жилу. Сейчас пойду гляну, что там происходит. В общем, гранаты офигенного качества, но местные жители их просто разбивают в куски. Вообще в пыль практически, да? Там надо что делать? Надо отбивать вокруг эту жилу, все вот так вот кругом. Вынимать и потом потихонечку срезать. Именно срезать породу, потихонечку. Но вы видели, что они делают, бестолковые массаи, портят все полностью вообще. И, ну, хороших камней ювелирного качества мы здесь наблюдаем, да, хорошие камни. Но супер мелкого размера. И крупных, пока вот они вот это делают, крупных не будет. Я думаю, что нужно, чтобы поскорее государство об этом узнало и сюда отправили грамотного, опытного инженера. И они начали добычу по науке и по правилам, чтобы было все как нужно. А вот так вот они, конечно, просто уничтожают отличную жилу, отличные гранаты. У меня нет слов, сердце кровью обливается. А тут мы наблюдаем яркий пример лихорадки, то есть местные жители просто долбят все камни вокруг. В надежде видеть что-то оранжевое, но пока не видят. Это просто вокруг этого месторождения. Вот, ну, примерно как на Квандайке, было когда-то. Can you see something? О, пошли только что. Круто. Ну, правда, тоже мелкие очень. Здесь перемешанные с кварцем. Прям совсем пыль, да. А вот его дальше уходит сюда. Может быть, можно найти большую. Давайте посмотрим, пожалуйста. Там тоже все раскрасано в пыль. Ну, они еще сразу могли быть встречными. Привет, мадам. Привет. Просто это. Окей. Так, мы спускаемся вниз. Я себе прихватил такой сувенирчик на память. Вот. Я буду вам рассказывать, но и смотреть под ноги одновременно. Поэтому на качество съемки не обращайте внимания. Значит, что мы тут наблюдаем? Супер богатое месторождение. Потому что, смотрите, они добывают варварскими методами. Здесь не было никакой георазведочной экспедиции, партии. Вообще никакой работы не велось. То есть это место нашли случайно. И случайно они нашли 5 или 6 мест, да. И смотрите, они там прямо у них горсти этих гранатов. Это, говорит, о чем? Месторождение реально богатое. И оно будет давать хороший камень. Цвет потрясающий. Наверное, самый лучший из рыжего граната, который я вообще видел когда-либо в жизни. Вот. Но им тут нужен что? Госконтроль и инженер. Как только появится тут инженер, и они будут добывать нормально все по-человечески, я нифигачу стамеской прям вживу. Меня до сих пор это в дрожь бросает, когда я вспоминаю, как они там долбят. Вот. Отсюда пойдет хороший материал. Вот. Я взял все контакты староста этой деревни. Ну, типа, лидер, староста, вождь. Не знаю как. А у него есть WhatsApp. Ну, буду следить за событиями. Он даже пригласил меня приехать, поготовить масайскую еду вместе. Но, насколько я слышал, там особо готовить нечего. В общем, сейчас обсудим. Вот. Сейчас у нас два варианта развития событий. Если водителю будет... Ему сейчас плохо видеть, как он идет, да? Если ему не полегчает, мы едем в город, в больницу. Возможно, у него сердечный приступ от обезвоживания. Вот. Если полегчает, может, мы тут останемся утром, поготовим еду. Сейчас уже с горы спустимся. И, по факту, будем решать. Если он, конечно, дойдет до машины. А то, может, я смотрю, может, и не дойдет. Хрен его знает. Второй момент. Про добычу. Тоже, вот, получается, что две ночи прошло, да? Я все думаю, почему же они, блин, берут и зубьем прямо туда, в самый центр, живы, фигачат. Ну, неужели они такие, сука, тупые, да? Ну, я реально не нахожу слов. То есть, ну, это просто вот брать произведение искусства и, например, картины Ван Гога и из них вырезать портянки, например. Это ужасно. Я думал-думал. Мне кажется, я догадался, почему так происходит. Потому что рядом с этой деревней, ну, как рядом, ну, где-то день пути пешком, да? Находится как раз вот тот самый рубиновый прииск, да? Где изначально всегда попадаются, идут из добычи рубины, которые, вы видели, да? Там крошечки микроскопические, их собирают такие пакетики. Кто не видел, посмотрите, прикрепляю про добычу рубинов, да? Вот. И Масаи вот из того племени, из той деревни Мундалала, да? Собирают, значит, вот эти крошечки по пакетам. Несут их на рынок Варуши, вот сюда, где я сейчас. Здесь продают, ну, допустим, там, по 50 долларов за пакет. Но это уже происходит много лет, и они продают много, поэтому кто-то на этом заработал там состояние, купил себе много коров, соответственно, у него появилось много жён, много детей, а много детей, значит, можно пасти много стад, то есть он разбогател. И вот эти соседние деревни, они такие, так, ага. То есть, смотрите, они никогда не видели других камней, они не знают, что крупный камень стоит дороже. Вот в чём дело. Я думаю, что я, скорее всего, правильно догадался, что я прав. То есть они так, ага. Те продают красные крупинки, много в пакетах, и зарабатывают на этом прилично, и живут намного лучше нас. У них побольше коров, чем у нас. Мы будем продавать оранжевые крупинки такие же по миллиметру, и тоже будем зарабатывать. Они, значит, разбили нафиг все эти драгоценные камни. Офигенного качества, отличного, я считаю, да. Отнесли на рынок. Им дали денег, 50 долларов. То, что если бы они вокруг его оббили бы, да, там, не знаю, даже вот на таком расстоянии вынули оттуда и обработали бы, они бы заработали сразу, не знаю, ну, возможно, и 50-60 тысяч долларов, если бы они достали оттуда вот такой оранжевый гранат, я бы, например, купил бы его за дорого, и потом бы продал ещё дороже, да, потому что это уникальная была бы вещь, в принципе. Ну, а зачем? Если они отнесли, им дали 50 долларов за пакет. Ну, как бы, отлично, подумали, Масай, продолжаем. И они зубивом прям туда долбят внутрь, в эту жилу, всё в крошке, в пыль. Вот. У меня чуть сердце не схватило, когда я всё это увидел. И вот, собственно, у них такая логика, что те продают красную пыль, мы продаём рыжую пыль, все зарабатывают, зашибись, отлично вообще. Поэтому у меня прям без желания, знаете, взять и стукануть правительству, но я, конечно, этого делать не буду. Вот. Но я надеюсь, в скором будущем кто-то это сделает за меня, потому что это, конечно, отвратительно. Это, знаете, я подумал про постъядерный мир, где какие-нибудь эти варвары в Увр залезли, и там, вот я, как я сказал, да, что они режут картины и делают из них портянки. Вот, примерно так же будет. Это происходит сейчас. Вот, это по поводу гранатов, по поводу водителей. Я знаю, что многие будут переживать. Вот, значит, мы доехали до Руши, он зовёт меня в отель и поехал в больницу, и ночь провёл в больнице под капельницей. У него действительно был сердечный приступ, у него был тепловой удар и обезвоживание. Почему он не попил воды? Потому что дурачок просто, как бы, и всё. Вот. У него была страховка, плюс здесь есть бесплатная медицина. Он поехал в недорогой совсем госпиталь. С него взяли за ночь за все там обследования, анализы и всё остальное 40 долларов. Я считаю, это недорого совсем. Конечно же, я ему возмещу, но теперь придётся Вите контролировать и его тоже. Хотя ему 30 лет, но вот он такой, блин, африканец неопытный оказался. Он городской, городской, вот, фраерок. Не знает, что, оказывается, если ты едешь на весь день в Саванну, то нужно много пить постоянно. Плюс был дождливый день. Вроде как, знаете, пасмурно, не жарко, а всё равно ты ведь потеешь, да? Но вот это вам на будущее, если кто-то будет по Африке путешествовать. Неважно, какая погода, неважно, сколько градусов, петь как можно больше воды. Постоянно. Лучше больше бегать в пусты чаще, да, чем вот у тебя сердце схватило и, блин, до ближайшей цивилизации 200 километров. Вот, а если бы он упал в обморок или умер бы там, да, было бы очень грустно, мне кажется. Вот, ну, наверное, про эту поездку я больше ничего не имею. А, вспомнил ещё момент, о чём мы договорились в школе. Сказали, что там уже в соседней деревне бурили скважину, до воды там 250 метров и стоит такое примерно 50 тысяч долларов. Там даже больше по бездорожью доставка вот этого всего оборудования бурильного, да, потом это же всё не один день длится. Там надо лагерь разбивать, опять же, им нужна еда, вода и всё остальное. То есть, это, по сути, целая экспедиция. Я пока думаю... Мне очень многие из вас написали, что хотят скинуться, видимо, из таких же, значит, побуждений наживы, как у меня, да. То есть, я думаю, что не только у меня идёт всё хорошо, если я кому-то помогаю. Я пока думаю, хочу ли я брать деньги чьи-то, потому что, знаете, например, я сейчас соберу там 10 или 20 тысяч, да, вы начнёте спрашивать, когда, когда, когда. Я поеду, мне, например, эта бурильная компания скажет, ну, это же Африка, они мне скажут в конце мая, в конце мая скажут, давай в конце августа, в конце августа скажут, в ноябре. То есть, это может длиться годами, вот, поэтому, ну, отвечать за всё это мне, поэтому я пока думаю, и, скорее всего, я это буду делать один, ну, сниму какой-то видосик, что вот, задание выполнено, да, и всё. Ну, вот, собственно, пока, приятного просмотра, не болейте, всем всего хорошего. Вот всё, что я подметил, офигенная природа, просто красивейшая, очень красиво, прохладно, сегодня пасмурно, очень уютно, мне прям очень здесь нравится, я бы несколько дней тут с удовольствием гулял, мы идём так не спеша, потому что водитель, это, сердце прихватило, да. Я что хочу сказать, вот сейчас уже у нас закат, примерно 6.30, мы весь день тут шаримся, гуляем, ездим на машине, ходим пешком, никаких оводов, слепней, комаров, не знаю, кто там ещё, москиты, какие-то другие ужасные твари, вообще, за весь день не было никого. О, это вот очередной раз, да, я о чём хочу напомнить, про СМИ, про фильмы, что вот, даже книги я читал, ну, такие, да, для среднего уровня, вот, художественные, там, что описывают, что Африка, это просто кучи, тучи, вредных насекомых, которые тебя сжирают сразу по выходу из дома, ты с дома вышел, они как накидываются на тебя, и прямо на куски тебя разрывают, тут масаи гонят, большое стадо коз, несколько сот, вон. А на деле ничего нету, понимаете, вот, как бы, опять очередные какие-то эти, а вон они идут с собаками, кстати, тут собаки очень умные. Я сколько пытался с ними навести контакт, они просто с презрением смотрят на тебя, такие, эээ, что тебе надо, и отворачиваются. То есть, ну, реально собаки знают свое дело, они пасут стада. Вот, получается очередной штамп, который нам навязывают Голливуд, СМИ, что, да, вот эти все вредные насекомые, москиты, просто термиты, и все остальные все съедают вокруг. Вот, москиты съедают людей, термиты все деревянные съедают, и вообще все съедают, все, ничего нету, вот, мы гуляем, и уже сколько, часа два мы пешком сегодня туда-обратно, ни одного комарика нету. Вот, поэтому все не так плохо, как нам рисуют. Вот, например, в средней полосе в России, летом, вот в это время, на закате, ну, реально могут сажать, а сейчас тут у нас ни одного комара нету, и днем нет слепней никаких, и, как бы, и вечером их нету. Так что, ходите, дети, в Африку гулять, здесь очень приятно. До связи. Масаи вечером доят коз, и там вон эти козы что-то побежали куда-то. К мальчику, ну, лет шесть, наверное, на него дедушка прикрикнул, он побежал, бегом их обратно, вон, загоняет, вон он ходит. Но дети работают с самого детства. Тут, в принципе, даже они не работают, это просто их жизнь, вообще, они так живут. Сейчас он пригонит обратно всех.